Танец на двоих Исторический реконструктор, философ и учитель в одном лице Игорь Лужецкий учит подростков не только фехтовать и плести кольчуги, но и искать ответы на философские вопросы Как ему удается все совмещать, расскажет наш корреспондент Как известно, по субботам школьники ходят на предметы, которые им действительно интересны Сегодня на уроке Игоря Лужецкого ребята должны понять, в чем смысл жизни и как познать себя Не больше, не меньше, ведь в гимназии «Универс» Игорь ведет курс философии самоопределения В современной школе о будущем школьника рассуждают, как правило, только на уроках профориентации Такой экспериментальный курс – это способ помочь молодым людям определиться с целями и самостоятельно управлять своей жизнью Чтобы они сами от себя чего-нибудь захотели в конце концов Люди обычно делают или то, что им скажут другие люди, или то, что им скажут через СМИ и рекламу Ну вот, иди туда, делай то, такое ненавязчивое руководство Но в конце концов, одна из задач школы – это сделать так, чтобы человек сам стал автором своей жизни За год Игорь учит ребят базовым понятием философии и касается вопросов управления Рассказывает, в чем отличие массового образования от элитарного Серьезная часть занятия – самостоятельная работа, когда школьники, получив необходимые знания, ищут ответы на важные для себя вопросы Мы уже сейчас отвечаем на вопросы, что значит мой идеальный мир, допустим, какую я работу хочу, чем я хочу заниматься, может быть семью какую-то Он нас направляет на путь, а мы уже сами отвечаем на эти вопросы Что такое свобода, кто такой я, много интересных вопросов, касающихся жизни, которые явно пригодятся больше, чем знания в других предметах Конечно, надо тренировать не только ум, но и тело Как только спустишься с философских высот в подвал, попадешь прямо на занятия фехтовального клуба «Империум Гладиум», что переводится с латыни как «право сильного» Здесь бьются на лонгсвордах – длинных мечах 16 века Игорь учит обращаться с тяжелым оружием средневековых рыцарей и хрупких девушек и совсем юных ребят Многим приходится нелегко Дело в том, что они приходят, видят блестящую железяку, думают, что они возьмут меч и сейчас сразу станут рыцарями в сияющих доспехах А их ставят отрабатывать правильную шагистику и правильное нанесение удара на пару месяцев И они отрабатывают правильную шагистику, правильное нанесение удара, и многие от этого скучнеют Однако те, кто преодолеют себя, остаются здесь надолго Сергей занимается боем на мечах уже 5 лет Свой интерес к этому объясняет просто Клуб помогает не просто узнать историю, но и прожить ее Теперь он хочет поделиться этим опытом с другими Провести историческую игру для сверстников, дав им возможность окунуться в эпоху 16 века Вот мы этим занимаемся, и поэтому мы решили провести игру То есть там будет и шитье, и письмо Будут читать историчные вещи, историчным почерком, историчные бумаги Но так было не всегда Ребята хотели выступать на турнирах Игорь, реконструктор со стажем, объяснил желающим, что любому рыцарю нужны доспехи Так в клубе началась совсем другая эпоха С тех пор действует правило, реконструкцию нельзя закончить, ее можно только приостановить Кропотливое воссоздание предметов старины оживляет историю И помогает воспринимать опыт предыдущих поколений как свой собственный Ребята своими руками мастерят снаряжение русских воинов 17 века Казаков-освоителей Сибири Но так как в 17 веке в европейской части России уже очень активно используется огненный бой Доспехи все больше и больше отживают И соответственно их шлют в Сибирь Потому что здесь как раз против кочевников и их луков Доспех очень сильно роляет и он очень сильно полезен Философ, преподаватель, десятник сибирских казаков И в каждой роли он на своем месте Возможно это самое главное умение Игоря Лужецкого Спортивные бальные танцы являются одним из самых изящных и чувственных видов спорта И пока идут споры, чего в этих танцах больше, искусства или спорта Наш корреспондент отправился на репетицию ансамбля «Антарес» Чему он успел научиться за один вечер, узнаете из сюжета Макс, ты че? Эээ, ничего, все нормально Ты че танцуешь-то? Я не танцую Ну я все видел, ты че, Макс? Да, ну просто IQ балл скоро на молодежном конвенте Вот я и готовлюсь, разминаюсь, тренируюсь Понятно, но у тебя что-то не очень получается, если честно, вообще Да ладно тебе Слушай, а ты может быть знаешь, кто меня может этому делу научить И вообще, кто круто танцует бальные танцы? Знаю А мы можем прямо сейчас к ним съездить? Поехали, заодно и посмотришь Тогда бери камеру, поехали! Рома, мы приехали в аэрокосмический университет Я думаю, вряд ли здесь кто-то будет танцевать Да здесь они танцуют, иди посмотри Вот здесь Ну, конечно, актовый зал обычно в актовом зале же танцуют Ну пойдем Опа Здравствуйте Здравствуйте А у вас тут танцуют, я смотрю? Да, у нас проходят здесь тренировки Это спортивно-танцевальный клуб «Антарес» Вот так мы попали на репетицию коллектива спортивно-бального танца «Антарес» Одного из самых титулованных танцевальных коллективов края Историю его образования можно отнести к разряду случайностей В 2007 году группа студентов Аэрокосмического университета Решила принять участие в губернаторском балу Сделали сборную университета и, в общем-то, пришли на бал и сразу заняли второе место Как-то вот так получилось, причем это был не коллектив, это не был танцевальный какой-то Действительно в широком смысле коллектив Это был просто сбор ребят, которые занимались танцами А затем при поддержке руководства университета был организован танцевальный коллектив спортивно-бального направления Желающих танцевать в паре оказалось немало За годы существования коллектива его участники неоднократно становились призерами И победителями различных конкурсов не только регионального, но и всероссийского уровня Подтверждение тому – огромное количество дипломов и наград Единственная цель, когда мы выезжаем именно коллективом для ребят Уже поездка не просто так за коллектив, а поездка за регион, за край Носить вот эти вот красные и синие футболки для них это очень большая честь На спине Краснодарский край Представлять его и занимать, стараться занять как можно высшую ступень Все участники коллектива постоянно развиваются и бесконечно преданы своему делу Дмитрий Сицуков уверен – главное – это победа над собой Тогда и награды не заставят себя долго ждать Попробовал побороть собственные страхи и я Оказалось непросто, но упорный труд и огромное желание дали неплохие для новичка результаты Как говорится, сложно, но можно С любимым увлечением планирует связать целую жизнь Максим Лисовин Танцами юноша занимается 11 лет, в будущем хочет стать хореографом Коллектив Антареса – прекрасное место для старта карьеры Работа в команде и взаимовыручка – еще одно слагаемое общего успеха У нас ребята все классные, поэтому очень просто Даже если там, например, один мальчик заболел У нас могут бы стать другим мальчиком Не проблема, девчонки все классные Мы постоянно смеемся, у нас там шуточки свои Ну знаете, как вот бывает в коллективах В этом смысле очень приятно, конечно Впереди у ребят планов громадье У меня желание гораздо скромнее Три мотивирующих слова для новичка Цель, желание, старание Профессионал сказал, любитель выполнил В мультиформатном арт-центре «Красноярская рок-лаборатория» прошел необычный концерт В теплой и почти домашней атмосфере уютного концерт-холла ударник нескольких групп, известный в рок-мире как Алексей Рост, по случаю своего дня рождения организовал самый настоящий рок-концерт Музыкантов, желающих поздравить Алексея с днем рождения, оказалось так много, что концерт пришлось разделить на отделение – вечернее и ночное А выступающие группы после полуночи становились все легче по звучанию Идея такого музыкального дня рождения пришлась по душе всем – и гостям, и работникам рок-лаборатории Если ты, например, барабанщик и рокер, то почему бы тебе не отметить день рождения рок-концерта? Почему бы нет? Я вообще планировал на столбы с друзьями ходить в свой день рождения, но можно и концерт сделать Еще одной фишкой концерта стал бесплатный вход для всех барабанщиков Где для них был приготовлен минимальный комплект – бочка, рабочий и хэт Убеди в своем мастерстве и проходи Как пришла идея в день рождения сделать концерт? Да, мы уже имели опыт давно-давно В 2009 году сделали такой же концерт Пришло очень много народу И в этом году, думаю, да что бы не сделать, уже надоело выступать на каких-то концертах непонятных Или вообще не выступать Думаю, надо сделать концерт самому себе Собрать группы, которые я знаю, которые мне нравятся и так далее Следующие день рождения также будешь отмечать или что-то другое придумаешь? Да я даже думаю, как бы каждый месяц такую тусу повторять Только находить тех, у кого будет день рождения и затаскивать их сюда Ребята, давайте делать из дня рождения не просто праздник, а настоящий рок-н-ролл Далее анонс самых интересных событий в предстоящей неделе Как не скучно провести свободное время Подскажем в нашей постоянной рубрике «Молодежный календарь» «Молодежный календарь» «Молодежный календарь» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красноярский край – наш дом, место, где мы живем. Это наша территория. К 2020 году мы хотим превратить наш край в самый лучший регион России. Присоединяйся к нам и развивай свою территорию. Шаг 1. Зарегистрируй проект на сайте и жми кнопку «Отправить». Шаг 2. Проверь электронную почту и узнай, когда и где на твоей территории пройдет обучение и грантовый конкурс. Шаг 3. Пройди обучение, где крутые тренеры помогут доработать и подготовить твой проект в защите. Шаг 4. Расскажи экспертам о своем проекте. Защити его и получи ресурсы для реализации задуманного. Шаг 5. Воплоти свой проект в жизнь в сфере спорта, творчества и еще 30 областях. Шаг заключительный. Расскажи всем о том, что у тебя получилось. Сюжеты программы, вышедшие в эфир, ты можешь найти на сайте молодежныйфорум24.рф и на телевизионных порталах «Дельфик ТВ» и «Вся Россия». А также заходи в нашу группу ВКонтакте. Будем общаться. Смотри «Молодежный форум». Пока! Субтитры подогнал «Симон»